В год Людмила Диденко шьет больше сотни танцевальных костюмов. Она много лет работает костюмером в Центре дополнительного образования «Радуга». На сложные изделия уходит по несколько дней, так что график очень плотный. Она обшивает все хореографические и вокальные коллективы, в том числе и те, в которые уже несколько лет ходит ее Виолетта. Девочке 10 лет она и танцует, и поет в вокальном ансамбле. Брат Марк на два года старше и уже шесть лет серьезно занимается футболом. Последние месяцы тренер клуба «Алтай» Егор Пономаренко поставил его на ворота, а до этого Марк играл в защите, признавался лучшим игроком своего амплуа на турнирах в Черногорске. Кубки, грамоты и медали солидно смотрятся на стене его комнаты. Если получится, то обязательно станет профессиональным футболистом. Но есть у Марка и другая мечта. Я хочу стать летчиком. Ну, например, на пассажирском самолете летать хочу. Капитаном, ну как, Боинг большой, и я там как бы за штурвалом сижу. Приемные родители, они же родные, бабушка и дедушка, пытаются помочь ему эту мечту осуществить. Марк хорошо учится и дополнительно занимается английским, ведь пилоты должны им владеть в совершенстве. Марк подтягивает по иностранному языку Виолетту. Девочка как будет? Да. Герл. Герл. Повтори. Девочка это герл. Молодец. У Виолетты и самой есть педагогические способности. Она любит возиться с малышами, хочет это сделать своей профессией. Я хочу в детском саду с ребятишками работать. Работать. Людмила и Александр Диденко оформили опекунство над своими внуками несколько лет назад. Их сын умер, а мама начала выпивать. В итоге была лишена родительских прав. Бабушка и дедушка решили, что не отдадут внуков в детдом и заменили родителей. Как могут, развивают их способности. Но пылинок не сдувают. Дети к труду приучены. Прополкой занимаются. Уборкой помогают. По субботам это у нас генеральная уборка. Один пылесосит, второй моет. Моет за собой посуду. Но Марк уже начинает учиться чистить картошку. Приучаем к самостоятельности. В комнатах убирают сами. Здесь мы уже не касаемся. Бабушка и дедушка считают, что у них хватит сил вырастить и выучить внуков. А те им станут опорой в старости. Виктор Лушников, Сергей Казьмин. Вести Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok